добрый день дорогие зрители канала садовый мир давайте сегодня затронем очень важную насущную тему особенно для новичков томатоводов вот я в комментарии недавно совершенно увидела запрос отдал от одной нашей подписчицы как имея одну теплицу которую она выделила под посадки чисто томатные сформировать кейс сортов и гибридов чтобы удовлетворить запросы среднестатистической семьи из 4-5 человек чтобы и заготовки сделать и волю поесть с куста в течение сезона и в том числе получить ранний и поздний урожай из томатов которые будут уже после завершения садового огородного сезона радовать какое-то время дозревая на подоконнике давайте об этом с ним более подробно поговорим начать наверное лучше с географии расположение теплицы на участке идеально будет считаться хорошо освещенное место с расположен теплицы с север на юг так у вас все посадки во всех грядках будут равномерно освещаться солнышком и идеально проветриваться если нет возможности такого такого расположения ставьте как вам удобно и задумайтесь о том как вы будете ухаживать за растениями практика показывает что удобнее и для растений и для вас будет расположение грядок именно в количестве трех штук они двух больших широких почему если у вас будет центральный довольно удобный широкий проход и две широкие грядки по стенкам теплиц вам придется россии сажать в два ряда ну или в один ряд по-королевски тогда уже как говорится вопросов нет если вы поставите томаты в два ряда тогда получится когда вы будете ухаживать за более дальним рядом томатов которые расположены у стенки теплиц вам придется вставать ногой в прикорневую зону почва будет уплотняться соответственно и будет травмирование корневой системы да и вам самим не будет так удобно лучше конечно сделать три грядки учитывая то что средний будет на метр практически короче всех остальных от этого будет зависеть количество кустов томатов как показывает практика что чем шире между саженцами расстояние больше места тем они лучше проветриваются а это профилактика различных заболеваний на томатах и в том числе лучше освещаются солнышком соответственно лучше возревают крупноплодные томаты кистевые томаты с большим содержанием с большим количеством плодов именно вот в одной кисти и конечно же вам удобнее за ними ухаживать как я формирую свои посадки одну грядку если например у меня теплиц расположен не серый на юг у меня потому что четыре теплицы все они по-разному сконфигурированы я отдаю максимально освещенные под томаты крупноплодные это салатного типа бифтоматы и томаты с антоциановой окраской почему им потребуется больше времени больше солнца для того чтобы набрать сахара массу и как говорится окраситься в их привычный цвет на среднюю грядку я высаживаю томаты среднеплодные сегодня более подробно хочу на них остановиться я например от агрофируем партнер выбрала как раз для посадки на среднюю грядку вот такие томаты среднеплодные с массой плодов где-то в среднем до 150 200 граммов это фифа марселон мальта первых три гибрида и вот еще три пакетика в руки беру мы на сейчас более подробно остановимся лолита костик и жара почему именно среднюю грядку дело в том что у них конфигурация куста можно сконфигурировать два максимум три стебля они будут хорошо проветриваться кусты будут достаточно хорошо облистываться но в то же время прочные побеги будут держать хорошо массивный урожай поскольку гибриды очень производительны на них очень много завязывается томатов и когда вы будете проходить по правому либо левому проходу удачно подвязав их кверху вы не будете стряхивать плоды с кисти хотя держится достаточно крепко уже проверено годами как говорится сезонами урожаев и хватит солнца и проветривание на средней грядке а вот на другой третьей грядке который может быть даже немного затенена там можете посадить томаты например коктейльного типа и томаты черри почему потому что у них количество плодов хотя совершенно серьезный большой них плод меньше по массе и им скорость скажем так время созревания плода потребуется чуть меньше поэтому их лучше поставить конечно к стеночке особенно черри я их располагаю как правило по периметру теплицы в угловых зонах либо выделяют целую грядку почему они имеют другую совершенно энергию роста выстреливают гораздо большее количество побегов и соответственно потребуют умение в посынковании формирование куста их лучше конечно вот именно в уголок сформировать почему чтобы не стряхивать аккуратные красивые томатики на землю во время движения потеплиться особенно если вы используете опрыскатель ранцевого типа вы разворачиваетесь и попадаете по кусту соответственно часть урожая вы не добирайте поэтому формируем все правильно еще один важный момент на всю продукцию агрофирм партнер который вы увидите в каталоге производителя действует наша 15 процентная скидка с промо кодом жихарева 15 заходите в каталог выбирайте понравившиеся позиции скоро сеть томат и вы еще вполне успевать заказать новинки которые не пробовали прошлых сезонах с расположением теплицы грядок и формами томатов мы с вами определить а теперь давайте поговорим о том сколько саженцев на каждую конкретную грядку я высаживаю но в рамках если мы говорим о среднестатистической семье чтобы удовлетворить все потребности одну грядку я целиком выделяю под крупноплодный томат и об этом уже говорила и вот если говорить о бифтоматах крупноплодных я всегда стараюсь их не загущать пускать максимум 2-3 стебля хотя производитель надо рекомендовать в 12 стебли пускать и расстояние между томатами соблюдать между лунками от центра до центра минимум 50 сантиметров не жадничайте этим не возьмете если вы высадить 20 кустов на в один ряд устроить там лес к вам придут заболевания грибные за слабого проветривания из-за загущения посадок и соответственно если вы еще будете халтурить с несением питания в прикорневую зону и в виде листовых подкормок то соответственно вы выражение наберете то есть вот этим вы не возьмете лучше посадить пореже правильно сформировать кусты и получить облитые томатами кусты томатов футологии но ничего я свою мысль вам сформулировала и донесла вот у меня в стандартную поликарбонатную теплицу 3 на 6 на боковую грядку который полноценный шириной 70 сантиметров убирается максимум 9 кустов это если я например формирую кусты я потому что уже знаю какие у меня сорта или гибриды какую габбитус потом форму выдают некоторые более скромные метры пошире разрастаться так вот если у меня со среднеоблиственным скажем так строением куста томаты выдаются я могу даже 9 утеснить по чуть-чуть по 45 сантиметров дать а если я знаю что так вот они как гармонь развернуться у меня разрастутся расползутся в виде продуктивных пасынков которые потом жалко ждать виды что там кисть такие хорошие вот таких кустов я стараюсь соблюдать в посадке 8 делаю сытные лунки и салатного типа томаты биф томаты дают нам в таких посадках и поесть с куста виде вкусных салатов в течение сезона удовлетворить все свои потребности в поедании в свежем виде и в том числе на гигантское количество переработки это соки скажем так очень вкусные например кетчупы томатная паста которые требуют вот именно больших таких увесистых плодов с большим количеством мякоти третью грядку по счету от самоосвещенной как правило на немножечко меньше освещена в течение дня я стараюсь высаживать томаты черри и томаты коктейльного типа да это будет по длине такая же грядка но томаты через а вот сами знаете они дают множество побегов их нужно обязательно нормировать и поэтому им нужно больше места поэтому максимум 7-8 кустов на такую рядку я стараюсь посадить в посадках количественно половина грядки отвожу по томаты черри это среднем где-то 4 куста а оставшиеся 4-5 кустов ну где-то так вот если смотреть по габицу какие-то пошире какие-то поуже это смотреть уже по описанию производительной упаковки я заполняю томатами коктейльного типа как мы их употребляем очень просто черри съедаются практически все с куста свежими в течение сезона небольшая часть идет заготовки в виде маленьких томатиков вот под снегом как мы их называем с чесноком очень аппетитная заготовочка мы вам его уже показывали томаты коктейльного типа тоже идут в основном в салаты для гурманов которые любят именно не крупные томатики разрезов пополам или целиком их добавить в какие-то допустим вегетарианские блюда или например для фуршетной подачи очень красиво и шикарно смотрится и конечно же никто вам не запрещает использовать их в заготовке в том числе но вот у меня кейс посадок именно такой если вы больше употребляете конечно томатов черри в пищу ничто вам не мешает расширить грядку томатов черри в количественном соотношении на площадь посадки на третью грядку и уменьшить количество коктейликов это чисто мой опыт и я с вами делюсь так как это делаю я переходим к формированию растений на средней грядке она у меня всегда короче примерно длиной в пять метров при ширине 70 сантиметров и там я формирую 6 питательных лунок в которой высаживаю внимание по 2 саженца томатов но томаты беру среднеплодные высокопроизводительные гибриды чтобы они действительно урожай нам выдали на гора формирую каждый томатик вот в одной лунке в два стебля получать что у меня в одной лунке два корня по два стебля получается четыре побега высокопродуктивных гибридов я уже сформировала свой кейс посадок взяла 6 гибридов от агрофирм партнер сейчас давайте по порядку с ним познакомимся вот у меня в руках сейчас на начале три гибрида это фифа марселон и мальта начинаем с мальты поскольку это повтор от прошлого сезона томата высокопродуктивный устойчивым неблагоприятным условиям и зарекомендовал себя как очень вкусный поскольку он кроме того что давал король хорошее количество плодов кисти до 10 штук в одной кисти а это хорошо без проблем завязывал практически до самого верха и нарядные плоды с хорошими очень вкусовыми свойствами мне понравился тем что он был в меру сладкий и идеальные плоды подходили для цельноплодного консервирования консервирования но никто не запрещает вам есть их свежем виде поскольку они вкусные и именно в салате и в нарезке в простой овощной чем он хорош он ранеспелый масса плодов напоминает от 130 до 150 граммов кто не смотрел наши прошлые выпуски с прошлого сезона и плоды с небольшим выраженным носиком ярко такого желто солнечного цвета очень вкусные яркие станет украшением теплицы томат марселон тоже ранеспелый он у нас детерминатный высокорослый поэтому на средней грядке ему будет очень комфортно в 100-105 дней дает первый урожай и в среднем где-то от 8 до 10 плодов вот таких вот слегка вытянутых еле выраженным таким носиком удлиненных он дает масса 90-130 граммов чем он хорош он идеальный кандидат для цельноплода как я уже сказал консервирование если вы любите взять баночку в которой туго-туго набита вот как говорится как кильки в бочки плоды которые не лопаются именно при консервировании при контакте с горячим рассолом достаете такую помидорку и радуйтесь зимой яркому вкусу и соответственно красивому внешнему виду к нему в компанию томат фифа выращивать я его буду впервые это не новинка для агрофирм партнер многие огородники и уже оценили это средний раненый и и детерминатный гибрид кистевого типа по 8 12 плодов и таких вот аккуратных словно нарисованных на картинке он выдает и в среднем где-то массы до 60-80 граммов поэтому вы можете красивые ассорти вот из этих вот томатов сформировали представляете какие будут нарядные баночки если вы положите немножечко разнообразные по форме по массе и по цвету плоды в оставшиеся три лунки на средней грядке я буду высаживать рассаду вот таких томатов это лолита жара и костик я их так расположила специально потому что они немножко идут у меня по убыванию массы плода например костик масса плодов 60-70 граммов жара до 100 граммов а вот лолита покрупнее 120-130 граммов но созревать они будут что это очень важно особенно для заготовок в одно время примерно часа подглядываю 95 100 дней с момента полных сходов уже начнется массовая отдача урожая поликарбонатых теплицах сами знаете комфортный климат поэтому томатики там дружно созревают в довольно прохладное лето это не открытый грунт поэтому если вы заранее подготовили баночки приходите в теплицу и со средней грядки собирайте сразу объем накрутили банок и потом наш консервный заводик переключается на вялене томаты в масле вялены с прованскими травами это настоящее произведение кулинарного искусства поэтому вот такие томаты с большим содержанием сухого вещества с толстой стеночкой отлично подходит для этого типа переработки а форма в банке тоже важно вот здесь они удлинены такие цилиндрической формы здесь слегка с выраженным носиком тоже удлинены а здесь обратно яйцевидной формы поэтому и заготовки будут нарядными и если вы будете их вялить тоже каждый томат свою изюминку у вас внесет я даже черри пробовал вялить тут нужно единственное что поймать момент чтобы они у вас не пересохли поэтому выбирайте любой гибрид который вам нравится самое главное правильно сформируйте свои посадки чтобы у вас концу сезона если вы дачник выходного дня и консервировать удачу до весны дружненько собрать урожай и остатки перевести домой поэтому сегодня я слишком не углубляюсь именно в сроке созревания томатов если хотите чтобы у вас были томаты которые вы в финале сезона перед уездом с дачи соберете скажем так в технической спелости слегка окрашивающийся бачком аккуратно разложить на подоконнике либо в прохладной комнате то будете свои томатики есть до нового года для этого выбирать томаты с пометкой lc l долгая жизнь на полке таких в ассортименте агрофером партнер в томатной группе очень много а это значит что среднестатическая семья имея теплицу стандартную 3 на 6 метров можно обеспечить свои потребности в томатах и томатопродукты в течение всего года мы постарались объяснить как это сделать но вы уже в зависимости от ваших предпочтений количество автоматиков и их скажем так назначение немножечко меняете под свои потребности для новичков я думаю наша схема вполне подойдет мы не прощаемся надолго сегодня я томаты начинаю сеять уже для выращивания в теплице начала марта самое время для того чтобы получить урожай в сроке специально вам не показываю как я это делаю мы к этому обращаемся уже практически через одну программу поэтому мы еще к этому моменту вернёмся в следующих программах в следующих программах в следующих программах